75% населения Кыргызстана получают медицинские услуги со скидкой до 70%. Это связано с тем, что они имеют полис обязательного медицинского страхования. Этот документ предусматривает льготы. При госпитализации в стационар застрахованные оплачивают только часть суммы за лечение, а незастрахованные оплачивают полную стоимость. Кроме того, по полису можно купить 500 наименований льготных лекарств по низкой цене. Для госпитализации в стационарах республика разделена на два типа. Это городские стационары и республиканского уровня стационары. Там уровень сапаты у них разный в городе и в республике. Но принцип у всех один и тот же. Застрахованный пациент имеет право лечь в любую больницу Кыргызской республики, независимо от места приписки. Если он застрахован, конечно, полностью все наши обследования бесплатно. Также я еще хочу отметить, что у нас 50% дается на физиопроцедуры, также на дневной стационар 50% скидкой. И у нас выписываются доп. пакеты, это все лекарства, которые необходимы, до 50%. Также по госгарантии нашим инвалидам мы выписываем бесплатные рецепты. Полисам предусмотрена бесплатная сдача, более 40 видов анализов. Пенсионеры старше 70 лет и вовсе могут пройти полное обследование безвозмездно. Учительница с 43-летним стажем Самига Кадыралиева рассказывает, что САУМС получает бесплатную, доступную и качественную медпомощь. Вот как встала на учет, здесь я беру очень много полезного. Во-первых, у меня вход везде и всюду бесплатно. Бесплатно. Вот даже на ГРИП ставили с разрешением врача, конечно, ставили вакцину, но тоже бесплатно. Все бесплатно. Врачи тоже бесплатно смотрят. Данный документ могут получить граждане старше 18 лет. Заявитель должен приписаться к семейному врачу и оплатить 1722 сома. Тариф для иностранцев составляет 16 391 сом. На данный момент идет активное страхование иностранных граждан. Независимо от того, проживают они в Кыргызстане или прибыли на время. В первую очередь, это необходимо для санитарного контроля заболеваний. До этого иностранцы не регистрировались в системе здравоохранения. Это такой большой вопрос. Это охват обязательным медицинским страхованием иностранных граждан, которые пребывают на нашей территории. И в первую очередь, это касается студентов иностранных государств, которые обучаются в наших вузах. Так вот, задача их в первую очередь зарегистрировать в нашей системе здравоохранения, чтобы мы знали учет каждого иностранного гражданина, с чем они въезжают в нашу страну. Отметим, в феврале этого года Дюор Хукиниш одобрил поправки в законе о медицинском страховании граждан в Кыргызской республике. Закон позволяет максимально охватить граждан страны обязательным медицинским страхованием. В этой связи сейчас проводятся встречи и разъяснительные работы среди медицинских организаций.